Здравствуйте, товарищи! Меня зовут Михаил Судаков. На этом канале я реагирую на кип-поп. Сегодня я отреагирую на новую песню группы BTS под названием Butter, то есть масло. Это романтическая песня. Песня полностью на английском языке. Очевидно, она предназначена для западного рынка в первую очередь. В частности, потому что писали ее люди, которые к кип-попу имеют очень посредственное отношение. То есть там три человека, ни одного корейца. Ну, такое бывает на самом деле. Такое бывает даже для кип-поп-релизов чистой воды. Тут и по-английски писали не корейцы. В общем, многие бы на самом деле сказали, что это не кип-поп. Но поскольку это все-таки группа BTS, то я считаю, что это кип-поп. Как ты там ни крути, ни прыгай и ни верти. Тем не менее, до этого у них была песня Dynamite, их англоязычный такой релиз. Это вот еще один. Ну, посмотрим, что в этот раз нам наши друзья из BTS подготовили, их композиторы. Знаю я, что песня тоже изначально написана не ими, но они все-таки вмешивались в процесс. В частности, рэп-монстр посмотрел на рэп-секции и сказал, эээ, это немножко не в нашем стиле. И там как минимум половину он просто переписал под себя. Что, разумеется, правильно. Читать рэп, который ты сам не пишешь, наверное, так себе занятие. Скажите это именем, да, например. Я думаю, никогда не читал рэп, который не писал сам. Вот, ладно, давайте. Перед началом реакции попрошу подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик. Не обращайте внимание на то, что у меня нет привычного микрофона. Мой немножечко сдох, поэтому я пользуюсь заменой таким маленьким вот няшеньким микрофончиком. Самсон, он мне давно, он мне служит в принципе евро и правдой. Особенно в дороге, когда я куда-то еду, а подкасты я еще что-то записывать надо. Но будем надеять, что звук здесь будет не сильно хуже. Хотя, по идее, должен быть заметно хуже. Но посмотрим, посмотрим. Вот я микрофон сдал ремонт и очень хочется, чтобы он отремонтировался. Вот, ладно, давайте. Я уже попросил все сделать. Поблагодарю своих спонсоров на Patreon, в особенности Shuru и 321. Поехали! Продолжение следует... Там с номерами всякие отсылочки, но это отдельный разговор. Продолжение следует... Продолжение следует... По песне тут пока что разбирать совершенно нечего. Она настолько дженерик, дальше просто некуда. Немножко ретро вайбл добавили в этом моменте. Это смешная секция, с визуальной точки зрения. Очень интересная у него одежда. Вы заметили, что он армия изобразил. Это очень милая отсылка к фанатам. Продолжение следует... окей мне безусловно дана мать хотя я свое время не так уж лестно не высказывался мне понравилось заметно больше там было больше мелодии эта песня слишком простая точки зрения музыки ну прям совсем совсем простая никакой интересной мелодии здесь особой нет это просто такая среднестатистическая и веселенькая песня это было интересно забавно смотреть просто потому что битес клёвые чуваки и на них принципе забавно смотреть во всем остальном ну я бы если песню услышал где-то по радио или от кого-то американского исполнителя просто не обратил внимание совсем набор прям как нож до через масло прошла бы ну в одно ухо влетела в другое улетела извините иначе никак не сказать опять же мне показал что они с этим самым перебарщиваются господи чуть-чуть из головы то вылетела но вы поняли чем да вы же поняли уже поняли с автотюна зачем понять опять же не могу но это принципе со всеми последними релизами и bts но не со всеми со многими особенно с многоязычными там прям вот местами катастроф какая-то при том что у парни крутые голоса зачем их студия вот так вот упрощает я не знаю но может не показалось часто во второе послушание возможно это пойму но давайте еще раз послушаем все-таки хорошие ударные начали тоже неплохо с вокала это всегда хорошо касательно их номеров которые они все выбрали для макшотов фокус том что блин это все с ними стоит в общем они их выбирали каждый сам кто-то выбирал единицу кто-то выбирал вообще рандомные их нужно было взять наши цифр кто-то рандомное что-то выбирал кто-то выбирал там дату первого концерта какого-то и так далее там тому подобное под чуть ли не день своего рождения как-то хитрый и замаскирован в общем покопается это забавно почему и как они все выбрали помню только шуга рандомный а может ошибаюсь может ошибаюсь да вот по моему джин тоже выбрал рандомное число 6552 12 но потом посмотрел выяснилось это какие-то ангельские числа а 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok